Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема нашей лекции – хронические гепатиты у детей. Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра 3-й педиатрии и медицинской генетики, доцент Маматкова для работ Амидовны. План лекции. Хронические гепатиты, патология, фатогенез клиника, хронические гепатиты, диагностика, лечение, профилактика. Хронические вирусные гепатиты – это медленная инфекция, вызванная гепатотропными вирусами, сопровождающаяся развитием воспалительного процесса печени в течение шести и более месяцев, развившейся на коне генетически детерминированного иммунодефицитного состояния. Хронический гепатит – это воспалительное дистропическое поражение печени, которое длится свыше шести месяцев и проявляется болевым, диспептическим, интоксикационным, алистатическим синдромами с признаками функциональной и гепато-воскулярной недостаточности. Актуальность. В мире переболели вирусными гепатитами свыше 2 миллиарда людей. Носителями гепатита В есть больше 350 миллионов человек. Около 3% населения планеты – это носители вируса гепатита С. По частице поражения население вирусные гепатиты возглавляет второе место в порте гриппа и ОРЗ. Хронические гепатиты с разной частотой трансформируются в цирроз печени. На этом слайде, значит, видно анатомия печени. Патогенез. Инфицирование вирусами гепатита, которые передаются параэнтеральным путем. Персистенция вируса в организме больного. Недостаточность синтеза интерферонов гепатоцитов. Снижение Т-клеточной и макрофагальной звеньев иммунитета. Иммунного ответа. Существование мутантных вирусов гепатита. Вследствие этого, диструкция паренхимы печени. Воспаление и иммунологические изменения в мезонхиме. Нарушение микроциркуляции и развитие полистаза. Внедрение в клетки мишени этих вирусов. Вирус семья. Формирование иммунного ответа. Развитие серозного воспаления в печени. Осложнение и исходы. Активность хронического гепатита. Активная фаза. Минимальная. Аллат превышает нормальный уровень до 3 раз. Умеренная. Аллат превышает нормальный уровень до 10 раз. И выраженная. Уровень аллат превышает нормальный уровень больше, чем в 10 раз. и неактивных гепатит. В стадии хронического гепатита 0. Нет фиброза. 1. Слабо выраженный перепортальный фиброз. 2. Умеренный фиброз с портопортальными сектами. 3. Выраженный фиброз с портоцентральными сектами. 4. Цирроз печени. 5. На этом слайде дана структура вируса гепатита В. Здесь строение вируса гепатита С, который состоит из липидной оболочки. Это вирусная ДНК из нуклеокапсида и оболочечных гликопротеинов Е1 и Е2. Это генотипы вируса гепатита С. На этом слайде дана генотипы вируса гепатита С. Вот, пожалуйста, 1А, 1Б, 1С и так далее. На этом слайде изображена структура вируса гепатита Д. Значит, электронная микроскопия – это возбудитель вирусного гепатита Д, возбудитель вирусного гепатита В и возбудитель вирусного гепатита С. Эпидемиология хронических гепатитов. Источниками инфекции являются больные острыми и хроническими формами вирусного гепатита, носители гепатотропных вирусов. Путик передачи – парентеральные, вертикальные, это интраматальные и транспланцентальные. Факторы, которые способствуют развитию хронического гепатита. Это, первое, особенности вирусов, изменчивость этих вирусов, вирусов гепатита В и гепатита С, особенно 1Б-тогенотип. Интеграция ДНК вирусного гепатита В в геной. Внепеченочная репликация гепатита В и С. Слабая иммуногенность гепатита В и С. Второе, особенности макроорганизма. Для физиологически иммунодефицитного состояния, возраст, при вертикальной транспирции гепатита В, риск хронизации 80%. Омолая патология, медицинские факторы, поздняя диагностика острого вирусного гепатита, отсутствие противовирусного лечения у больных острым вирусным гепатитом. Влияние и теологии гепатитов на частоту развития цирроза в печени. Значит, острый вирусный гепатит В в 200% трансформируется в хронический гепатит В, от 13 до 30% трансформируется в цирроз печени. Острый вирусный гепатит D в 70-90% трансформируется в хронический, а 70-80% на цирроз печени. Острый гепатит С в 60-80% хронический гепатит С и 20% на цирроз печени. Механизм хронизации. Значит, интеграция в геноме гепатоцита, гепатита B, снижение продукции интерферона, непетеночная репликация изменчивости вирусов и прямое цитопатическое влияние на гепатоцит при слабой иммуновенности вируса. Теперь синдромальная модель хронического гепатита. Здесь есть несколько синдромов. Первый синдром – это синдром цитолиза. Это повышение активности АЛАК, АСАК и прямой фракции биллурбина. Синдром клеточно-печеночной недостаточности, снижение уровня альбумина и протраминового индекса. Воспалительный мезинхемиальный синдром характеризуется гепатомигалией, субфеврилитет, появление остро-опасных белков, повышение альфа- и бета-глобулинов, тимоловые пробы 0,4 единицы, используется для оценки белково-синтетической функции, снижение солевого титра 1,6-2,2 единицы. Следующий синдром – синдром вторичного иммунодефицитного состояния. Значит, микс инфекция, несколько патогенов, изменение иммунного статуса. Аутоиммунный синдром – поражение щитовидной железы, почек, кожи, появление ремотоидного фактора, антителок ДНК, стереотропному гормону, кардиолепини. Их холестатический синдром – это кожный зуб, желтуха и гипербеллурбины. Клиника выделяет болевой, диспептический, интоксикационный и полистатический синдром. Опорные диагностические признаки хронического гепатита В. Астено-вегетативный синдром – 32-50%, диспептический синдром – 30-100%, гепатомигалия – 90-100%, спленомигалия – 50-90%, желтуха при высокой степени активности наблюдается 0,5%, геморрагический синдром – 1,5% при высокой степени активности, внепеченочные знаки – 0,5%, циталитический синдром, значит, при низкой степени активности – меньше 2Н, а высокой степени активности – до 5Н. Исходы выздоровления при низкой степени – 10%, развитие цирроза печени при высокой степени активности – 2%. В непеченочных проявлениях хронического гепатита – это именно комплексное состояние. Популезный акродерматит джанофтик-простин, катидивирующие дерматиты, геморрагический воскулист, узелковый периартрит, гламеролонефрит, гламеролопатия, нефропатия, доброкачественная артропатия, интерсоциальный пульмонит, интерсоциальный фиброз в выдачной ткани, тироидит, панкреопатия, сиалуадинит, синдром Шагрена и нелосупрессия. Гормональные расстройства – нарушение функций гипофизарно-гонадной системы, щитовидной поджелудочной железной отборочников, сосудистые нарушения – это капиллериты, телионектазия, пальмарная элитема, метаболические нарушения – хроническая печеночная энцепалопатия, нарушение свергающей системы, полинейропатия. Особенности порожденного хронического гепатита. В наличии у матери ребенка насительство HBS-антигена. Острый гепатит развивается у 10% инфицированных новорожденных. Хронический гепатит развивается у 90% инфицированных новорожденных. Частое инфицирование мутантными штаммами гепатита B и 1-бета-генотип. Частое отсутствие специфических антицел при обнаружении генетических маркеров гепатита C, B в ПЦР. Морфологические картины для обладания фиброзом над воспалением. Низкая эффективность противовирусной терапии и большая часть развития тирроза печени и гепатоцеллилярных карциномов, летальных исходов. При врожденном хронической гепатите B – 25%. Особенность врожденного хронического гепатита. Нет четкой клиники, умеренной гипотомигалия, редко спленомигалия, диспептический синдром, нет астеновегетативного синдрома в непеченочных знаках, умеренные повышения АЛА, аламин аминотрансферазы, блеохимические обострения. При обладании фиброзом над воспалением, низкая эффективность противовирусной терапии, часто цирроз, карцинома, летальный исход. При врожденном хронической гепатите B – 25%. На этом слайде изображена гепатомигалия, асцит и синдром головы, медузы. На этом слайде изображена гепатомигалия и асцит. Значит, на первом слайде это хронический гепатит С с исходом декомпенсированных терроз печени, асцит. На втором слайде хронический гепатит B с исходом декомпенсированных терроз печени, желтуха, асцит. Выражен рисунок подкожных болезней. На этом слайде изображены декомпенсированные терроз печени, терроз печени – инфекционный материал, и терроз лавар. Тоже инфекционный материал. Исходы хронического гепатита благоприятны, возможно, при хронической гепатите B. Стадия активной процесса – 1-4 года. Сероконверсия гепатита Е, антигепатита Е. Переход здорового носительства – хбс антигена у 5-10% в год. Спонтанная элиминация хбс антигена у 1-2% в год. Неблагоприятный исход – это терроз, это гипотоцеллюлярная карцинома и микс инфекция при гепатите D, C и B. Алгоритм диагностики хронического гепатита – эпидемиологическая диагностика. Выявление среди контактов носителей хронического гепатита D, C и других гепатитных вирусов. Клиническая диагностика. Выделение ведущего клинического синдрома. Определение плечных заболеваний, сопровождающихся этим синдромом. И проведение дифференциального диагноза. И лабораторная диагностика. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ, маркеры вирусных гепатитов, ИФА, ПЦР, по показаниям функционная биопсия печени, УЗИ, гепатусцинтография, гибросканирование, иммунограмма, маркеры оппортунистических инфекций, ИФА, ПЦР, по показаниям диагностика хронических заболеваний печени. Этапы клинической диагностики хронического гепатита. Первое – это величная синдромная диагностика. Второе – это дифференциальная диагностика. Третье – это рутинные лабораторные исследования. Инженит-тесты, белковые пробы, показатели обмена биорубина. Сирологическая диагностика. ПЦР, функционная биопсия печени, УЗИ печени, гепатусцинтография. И специальное исследование при подозрении на другие заболевания. На этом слайде показаны УЗИ печени больного хронического гепатита. Это гепатусцинтограмма больного хронического гепатита. Принципы лечения. Первое – это этапное лечение, стационар, поликлиника. Второе – это противовирусная терапия. И третье – сопроводительная терапия. Показания противовирусной терапии. Это признаки активной репликации вируса. Высокая биохимическая активность. Повышение АЛАТ в полтора и более раз на протяжении шести месяцев. Микровоспалительные изменения и фиброз в пункте печени. При хронической гепатите С возможно начало лечения при нормальной активности АЛАТ. При хронической гепатите B плюс D лечение начинают после углубленного обследования и функциональной биопсии печени. Основные задачи противовирусной терапии – это подавление активной репликации вируса возбудителя, нормализация активности трансаминаз, уменьшение активности хронического воспалительного процесса в ткани печени, предупреждение прогрессирования процесса и хронирование корроза печени. Значит, препараты противовирусной терапии – это интерфероны. Интерферон АЛФА-2БЭТА. Дети младше двух лет – свечи ВИФЕРОН. Дети старше двух лет – ГОФЕРОН А, 3 млн. единицы, ИНТРОН А, РИАФЕРОН ЕСЛИПИ, РИАДИРОН, ЛАЙФЕРОН и другие. Дети старше трех лет – ПЕК-ИНТРОН по 50 мг. ВИРОЦИДНЫЙ препараты. Кронический гепатит В – ЛАМИГУДИН, детям старше трех лет, КОСКОГЛИК. Кронический гепатит С – РИАМАНТАДИН, детям старше 7 лет, РИБОВИРИН, старше трех лет, КОСКОГЛИК. ГЛЮК. Схемы интерферонотерапии. Монотерапия интерферона. Кронический гепатит В – Кронический гепатит В плюс Д – как 5 млн. единиц на м2 3 раза в неделю в течение 12 месяцев. Кронический гепатит С – 3 млн. единиц на м2 3 раза в неделю 6 месяцев или 12 месяцев. Доказана эффективность ежедневного ведения. 2. Монотерапия ЛАНИ и ВУДИНА. Кронический гепатит В – 12-24 месяцев. Быстро вызвать резистенту. Схемы комбинированной терапии. Кронический гепатит С – ИФН. Интерферон плюс РИМАНТАДИН, старше 7 лет. Гепатит С – ИФН плюс РИБОВИРИН, старше 3 лет. В – ИФН плюс ЛАНИ и ВУДИН, старше 3 лет. Способ применения РИБОВИРИНа – препарат. РИБОВИРИН применяется только в сочетании с интерфероном Альфа-2-бета или БЭК-интерфероном Альфа-2-бета. РИБОВИРИН применяется детям старше 3 лет. Доза РИБОВИРИНа – 15 мг кг в сутки внутрь во время еды. Два приема – утром и вечером. Показатели эффективности лечения с использованием комбинированной с химиотерапией. Через 12 недель вирусная нагрузка снизилась в 100 и более раз по сравнению с исходным уровнем. Через 24 недели РНК гепатита С перестала определяться правильный. Курс лечения. Гепатит С – генотип 1 год. Гепатит С – генотип 2 и 3. 24 недели. Гепатит С – генотип 4. 1 год. Лечение перинатальных гепатитов. При перинатальных гепатитах используется эфирон. Суточная доза – 3 млн. изнародных единиц на метр квадрат поверхности тела. 10 дней ниже дня. Два раза в сутки. Затем три раза в неделю. До года. Эфирон 1 – по 2 свечи утром и по 1 свечи вечером. С трех до пяти месяцев жизни эфирон 1 – по 2 свечи два раза в сутки. С пяти до девяти месяцев жизни эфирон 2 – по 1 свечи два раза в сутки. С девяти месяцев жизни эфирон 3 – по 1 свечи утром и по 1 свечи вечером. Длительность курса при перинатальных гепатитах В и С – 6-9 месяцев. На этом слайде, значит, дан алгоритм интерфиронной терапии. Сопроводительная терапия хронического гепатита. Лечебное питание, охранительный режим, дезинтоксикационная терапия, обильное питье, например, капельная линкоза, гепатопротекторы, усасан, афито, поскобли, гептрал, гипомерц, галстейна, желчеводные препараты, пламин, берберин, адсорбенты желчных кислот, полистирамины, билигни, иммунокоррегирующая терапия под контролем иммунограммы, полиоксидонии, ликопи, витаминно-минеральные комплексы, энтеросорбенты, пробиотики, пребиотики, лечение сопутствующей полиарганной патологии, оппортунистические инфекции. Когда мы снимаем с учета ВАН, это с хроническим гепатитом В при стабильной полной ремиссии сроком не менее двух лет при исчезновении из крови ХБС-ангинина и появлении анти-ХБС-ХБС. Второй, с хроническим гепатитом В при полной стабильной ремиссии с исчезновением ХБС-ангинина и появлением анти-ХБС в течение двух лет. Третье, с хроническим гепатитом С, показано постоянное наблюдение даже при полной стабильной ремиссии. Благодарю за внимание.